Я так понимаю, чтобы не играть в райо законно, да, тебе надо туда вернуться и чтобы была реальная угроза твоей жизни. Тебе предлагают поехать подставиться туда? Ну, как я понимаю, что да, понимаешь, они хотят все, чтобы я поехал к ним, мне говорят, поедет на один-два дня. Я говорю, почему вы говорите, чтобы ехать на один-два дня, чего не едете на пять месяцев все сразу, может быть все хорошо. Да ты поедет на один-два дня, ну максимум неделю, так вот мне они говорят. Понятно, они, наверное, знают, что что-то будет, да, они просто хотят, как можно сказать, меня кинуть как, знаешь, на марлина, наживку на марлина какого-то, знаешь, и в принципе хотят, чтобы что-то случилось, чтобы потом было, знаешь, как можно было их словить или там посадить или еще что-то, открыть какие-то уголовные дела и все остальное. Что значит угроза жизни, они объясняют? Нет, ну в принципе они так не говорили, что они объясняют, что такое угроза жизни. Ну и ты понимаешь, если мне ставят охрану, если охрану ставят моим детей, это, как я понимаю, это автоматически уже угроза жизни. Ну а каком можно в футболе и как я могу тренироваться, если я знаю, что ребенок будет идти в школу с охранником? Ну это не угроза жизни. Не угроза жизни, что жена будет ходить за продуктами магазин и с ней будут идти охранник. На самом деле, если не ставят мне охрану, если не дают мне охрану, это автоматически уже становится какая-то угроза жизни. Я не знаю, чего они хотят, но они всегда говорят, поедет на один-два дня. Я сказал, что нет и я остаюсь в Севелии.